Завершился российско-норвежский проект по развитию телемедицины в отдаленных населенных пунктах Ненинского округа. Он длился два года. За этот период медики прошли обучение. Также было закуплено пять комплектов оборудования, один из которых отправился в Индигу. Для поселковой больницы это стало неплохим подспорьем, ведь не всегда есть возможность вывести пациента на обследование в город. Во время рабочей поездки в столицу Тюманского сельского совета мы с моим коллегой-телеоператором познакомились с работой сельских медиков. Все подробности в следующем сюжете. Родилась в Котласе, выучилась на Акушера в Архангельском медучилище и во время распределения попросилась на Крайний Север. В Ненинский округ приехать было очень интересно, улыбается Ирина Малыгина. Уже 35 лет женщина живет и работает в Индигской участковой больнице. За три с небольшим десятка лет бывало всякое, вспоминает Ирина Александровна, и жизни спасали, и роды принимали. Сейчас, правда, рожать отправляют в Наринмар для перестраховки. Сейчас мы всех стараемся отправить вовремя, то есть разговариваем с женщиной, беседуем с ними, все с понятием, все понимают, что роды – это дело такое очень сложное, и поэтому все выезжают заранее. Но в былые времена, когда это было пораньше, то есть рожали здесь, тоже и принимали роды. Сейчас стараемся всех отправить, как-то все они выезжают у нас на обследование. Во-первых, трижды на УЗИ обязательно, говорится, в город выезжают. Но когда возможности отправить больного в город попросту нет, спасает телемедицина. Индига – один из населенных пунктов Нейнского округа, в котором успешно реализовали российско-норвежский проект. В его рамках в медучреждении поселка появился электрокардиограф, который автоматически отправляет данные кардиограммы специалистам в Нейнскую окружную больницу. Помимо этого, у индигских врачей есть возможность совещаться с наринмарскими коллегами в режиме онлайн. Кстати, посредством видеоконференц-связи мы и записали интервью об еще одном нововведении – онлайн-системе, предназначенной для выписки льготных лекарственных препаратов по региональной льготе. Чем система удобна? Врачи имеют доступ к информации о поставках лекарственных препаратов. То есть, если какой-то лекарственный препарат закончился, то они в режиме реального времени могут выбрать те препараты, которые есть в наличии, изменить схему лечения, не причиняя предать пациенту. Что касается пациента, то есть пациент, находясь на селе в трудностопном регионе, в трудностопном селе, выписывается его рецепт, и уже аптека сразу увидит, какие препараты выписаны, и уже может заранее готовить, ну, грубо говоря, посылки для того, чтобы отправлять в медицинскую организацию. В целом же условия и для пациентов, и для медперсонала в индигской больнице вполне удовлетворительные. На первом этаже стационарно 10 коек, столовая и аптека. На втором кабинет терапевта, стоматолога, мини-лаборатория для забора анализов, процедурная. Есть даже кабинет физиотерапии. Правда, работать в нем пока некому. Проблема с нехваткой медицинских кадров здесь тесно переплетается с проблемой нехватки жилья. Поселковые больницы уверены, начнут строить жилье, специалисты поедут. Пока же места медсестер вакантны. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», поселок Индиго, Ненецкий автономный округ.